Все мы видели их, стоящих у обочины, оборванных, грязных, потерявших надежду людей с картонными плакатами в руках. Иногда у них есть кое-какой реквизит. Детская коляска, собака или кошка, канистра, чтобы не было так очевидно, что деньги им нужны только на выпивку. Шесть лет назад, когда я, к несчастью, заехала в Салем, мне попался человек с плакатом «Нужен бензин». Рядом с ним на земле стояла красная канистра. Я не хотела обращать на него внимания, но застряла на светофоре, и мне было неловко так долго притворяться, что я его не вижу. Поэтому я вынула из кармана два доллара и чуть приоткрыла окно. «Держи, приятель», — сказала я и просунула деньги в щель. И вот тогда, именно тогда я впервые увидела его лицо. Точнее, то, что от него осталось. На меня смотрел один глаз, он как будто вылезал из обугленного черепа. Меня просто охватил ужас. И тут черные кости пальцев потянулись к деньгам. Тогда я выпустила деньги и изо всех сил надавила на педаль газа, не заботясь о том, что на светофоре все еще горит красный. С тех пор я начала собирать эту легенду по крупицам. Я узнала не очень много. Контуженный ветеран войны, безработный алкоголик, просил милостыню у обочины и вскоре стал привычной деталью пейзажа. Жители перестали давать ему деньги, надеясь, что он тогда переберется в большой город. В ответ он устроил одно из самых жутких представлений в истории города. Он поджег себя. На центральной площади вечером в час пик. После той встречи на дороге я иногда краем глаза вижу крохотные огоньки пламени. Они исчезают, как только я поворачиваю голову, и при этом по всему телу прокатывается волна ужаса. Может, меня преследует тот несчастный призрак? Не знаю, хочет он меня проклясть или благословить, мне все равно. Я мечтаю убраться от него как можно дальше.